Пандемия внесла коррективы и в процедуру бракосочетания. Для проведения торжественной церемонии все ее участники должны предоставить в отделение ЗАГСа сертификат о прививке, тест на антитела, либо ПЦР-тест. Около 20 пар уже подготовили все документы для регистрации свадьбы по новым требованиям. Но все больше саровских пар дату бракосочетания переносят. Кто хочет играть в свадьбу, несколько пар уже перенесли на сентябрь, на октябрь. Кто-то даже перенес на 22-й год. Что будет там, не знаем. За первое полугодие браков заключили больше, чем за аналогичный период прошедшего года. Семьи создали в Сарове 157 пар. Все чаще саровские пары решаются завести второго, третьего и даже четвертого малыша. Таких детей на 26% больше, чем первенцев. 350 новорожденных нами было зарегистрировано. Из них 194 мальчика и 156 девочек. Вот из 194 мальчиков имя Александр родителями было дано уже в 20 семьях. То есть это большой показатель. Имя Саша не теряет в Сарове лидирующих позиций уже два года. На втором месте Михаил. Это имя дали 12 мальчикам. Замыкают тройку Тимофей и Кирилл. В 10 семьях девочек называли Софьей, Ксенией и Викторией. Четырех новорожденных саровчанок назвали именем Алиса. Очень приятно, что за этот же период стали родители давать имена своим деткам. Такие вот старинно русские. Савва, Лука, Григорий, Петр, Павел. Люди просто активизировались именно с такими красивыми русскими именами. Малышей называли такими редкими именами, как Матильда, Юстина, Айза и Лария. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.